И в завершение, скажем так, к блоку видео про размеры, хотелось бы сказать, что есть еще один такой инструмент, Join Dimension Line, то есть объединить какие-то цепочки размера. К примеру, у нас есть датацепь, в какой-то момент мы через таб можно добраться до любого размера, удалить какое-то связующее звено, и наши цепи разделятся на несколько цепей. То же самое можно, допустим, сделать и с этой цепью. Удаляем, появилась одна цепь, вторая цепь, и теперь если мы смещаем, то они смещаются уже у нас несовместно, а каждая цепочка живет своей жизнью. Либо мы поставили здесь, потом забыли, потому что это тоже какие-то размеры проставили. И в какой-то момент мы понимаем, что две цепочки, да, у нас тут появляется еще третий размер. А стандартные инструменты Revit не позволяют нам объединить вот эти размеры. Здесь на помощь приходит вот этот инструмент, Join Dimension Line. Давайте выделим его. Выделяем те цепочки, которые нас интересуют. Enter, либо готово, здесь под лентой. Следующее, что Revit нам предлагает сделать, это выберите ту цепь, да, или тот размер, который, относительно которого у нас, скажем так, измените положение всех остальных цепочек. Допустим, вот этот, видите, цепь объединилась. Теперь, если я выделяю вот эту группу размеров, да, она выделяется как одно целое, то есть это единая полноценная цепь. То же самое, допустим, вот здесь, да, вот какой-то размер у нас появился, вроде бы цепь единая, да, замкнутая, но, тем не менее, это не одно и то. Если мы сделаем вот так, то все равно это у нас несколько отдельных групп. Добавляем. Готово. Выделяем какой-то размер, да, чтобы он был взят за основу. И мы видим, что вот она у нас одна, единая цепь. Это очень удобно для дальнейшей работы с размером.